Министерство внутренних дел Система управления радиоэлектроникой Антоном Коневым Антон Александрович, здравствуйте Дошел ли до Сибири вирус WannaCry? В Сибири, как всегда, находится немного в отдалении Это нас спасает Менее населенный регион Меньшее количество пользователей Как следствие, и меньше вероятность того, что произойдет заражение Поэтому нас зацепило только хвостом Кто уже пострадал от вируса? В первую очередь, те компании и пользователи Которые редко обновляют операционные системы Потому что само заражение шло в два этапа Первый этап не относился к WannaCry Это был так называемый exploit Вредоносная программа, которая использовала уязвимость в операционной системе И на самом деле эта уязвимость была известна еще в сегдине апреля После чего умельцы сделали свой собственный вирус Который эту уязвимость и эти зараженные компьютеры Уже использовал в своих целях Шифруя данные и требуя выкупу А что делать, чтобы защититься от WannaCry и других вирусов? То, что касается именно вирусов Естественно, антивирусные приложения Естественно, не открывать в электронной почте ничего лишнего Особенно если с неизвестных адресов приходит и с непонятным набором букв Естественно, на сайты лишние не заходить Все-таки пытаться как-то гигиену, интернет соблюдать А какими еще способами пользуются кибермошенники, чтобы выманить у пользователей деньги и информацию? На самом деле чаще всего это недействительные ссылки на какие-то ресурсы Которые кажутся пользователю реальными, легальными, полезными Но на самом деле пользователь попадает на мошеннический сайт Запускается автоматически исходный какой-то код, какой-то скрипт В результате которого система оказывается заражена Второй вариант это электронная почта и довольно много примеров Не столько по ВОН и Краю, сколько за всю историю В том числе и в Томске, когда шифровали данные, подобные вирусы И чаще всего связь с вымогателями ни к чему не приводит Они не отправляют ключи шифрования Они даже чаще всего деньги сами не получают Пример с тем же ВОН и Краем показателен Они не успевали обрабатывать запросы, которые к ним приходили И как следствие деньги проходили мимо них Получается, что эта мошенническая программа оказалась несовершенной и для самих преступников На самом деле они ее даже несколько раз модернизировали В том числе в конце пошли попытки под ВОН на Край Сделать какие-то свои вирусы Используя ту базу, которая уже была поймана Тот самый вирус И пытаясь надстроить Получается, если мошенники вирус этот модернизируют То экспертные опасения, что может быть вторая волна Они, в общем-то, обосновательны Безусловно, вторая волна может наступить в любой момент И не обязательно это будет ВОН на Край В том числе потому, что уязвимость Довольно часто не закрывается И участие пользователя в заражении компьютера даже не требовалось Нужен был просто открытый сетевой порт И включенный компьютер Получается, что любой может подцепить вирус в ВОН на Край Не любой Если у вас стоит обновление на операционную систему Которая закрывает эту уязвимость То тогда проблемы нет И сам ВОН на Край уже не пройдет А обязательно ли покупать антивирусную программу Или достаточно встроенного ПО? На самом деле, если говорить о Windows Встроенный антивирус там есть Насколько он эффективен Вопрос сложный По оценкам он где-то уже в тройку даже входит Но не обладает способностями по борьбе именно с шифровальщиками Поэтому не всегда и не все вирусы Встроенное программное обеспечение позволяет реализовать Сейчас многие говорят также о связях таких массовых вирусных атак Со связями с госструктурами Якобы и Уона Край нашли Начало корейский, а потом русский след Вы верите в такие теории? На самом деле, первый там след Это агентство национальной безопасности Американские, потому что все-таки Саму уязвимость в операционной системе Первыми обнаружили они Ну и непонятно, была она там заложена изначально или нет И только потом кто-то из разработчиков Использовал эту уязвимость Вы говорили о том, что сейчас Пока ВОН крайне сильно задел Сибирские города А есть ли перспективы? Стоит ли нам опасаться? Опасаться всегда стоит Потому что интернет открытая система И любой пользователь, подключенный к нему Полностью в безопасности себя никогда не может чувствовать Для этого лучше всего выключить компьютер Заколотить его в ящик и зарыть в землю Во всех остальных случаях Компьютеры при подключении к интернету уязвимы Антон Александрович, спасибо вам за разговор А я напомню о том, как защитить компьютеры От нападок вирусов Мы поговорили с доцентом кафедры Комплексной информационной безопасности Электронно-вычислительных систем Томского университета Систем управления радиоэлектроники Антоном Коневым Антон Коневым Систем управления радиоэлектроника Корректор А.Кулакова У 105 Г-5 Систем variées